Основная часть композиции была сформирована еще к юбилею Победы. Клумбы и газоны озеленители оформили в соответствии с темой праздника. Звезды, голубь мира, ордена Отечественной войны – все было создано из цветов. Помимо тематических цветников, в городе появились и зеленые зоны, оформленные в так называемом пейзажном стиле. Они пришли на смену цветникам Олимпийского города. По данным администрации Сочи, на курорте общая площадь клумб сегодня составляет 8,5 тысяч квадратных метров. Но этого недостаточно, считает глава города. Бизнес не очень активно включается в эту работу. А именно он в первую очередь должен быть заинтересован в привлекательности своих объектов. Это подчеркивают многие гости курорта. Отдыхающие считают, что яркие цветочные пятна будут привлекать больше клиентов в магазины, отели и здравницы. Ведь на курорт люди едут не только для того, чтобы искупаться и позагорать, но и за позитивными эмоциями. В том числе, к примеру, они хотят получить эстетическое наслаждение от цветущих уголков в городе. Лидером, в хорошем смысле этого слова, является Адлерский район, где мы сейчас находимся. Но при этом нужно сказать, что Адлер-курорт, там, где у нас профсоюзные здравницы, они, конечно, вообще этим не занимаются. Естественно, что они получают отрицательную оценку. Были претензии у администрации города и к цветочному оформлению, и озеленению газонов и клумб, относящихся к федеральным дорогам. Часть высаженных кустарников на них попросту засохла. Не везде скошена трава. Глава города рекомендовал, в частности, Росавтодору в кратчайшие сроки навести порядок на своих территориях.